всем большой привет меня зовут я на я рада видеть вас на своем канале сегодня мы с вами будем тестировать белорусскую косметику но мы будем не просто тестировать белорусскую косметику а мы сегодня с вами будем вспоминать какие-то классные запуски прошлых лет также мы сегодня с вами будем делать классный новогодний такой коммерческий макияж при помощи только белорусской косметики посмотрим насколько нам это удастся спойлер мне кажется это вообще всегда возможно сделать что классная белорусская косметика это наверное одна из самых главных тем на которые я говорю на своем канале я знаю что дар с косметикой можно добиться классного результата на своем лице поэтому если вы также как я любите белорусскую косметику об этом всем о косметике об уходе белорусском а бюджетном что-то люксовые влоги все это есть на моем канале если вам интересно обязательно подписывайтесь также внизу инфобоксе вы найдете не только список всех продуктов про которые сегодня с вами будем говорить но и также ссылки на мои другие социальные сети если вам интересно приходите подписывайтесь буду рада давайте без лишней болтовни приступать к макияжу у нас с вами много продуктов я принесла очень много всего даже не знаю чего начать давайте наверное скажу что у меня есть вот такой вот хайлайтер это новинка от бренда билет у них вышла линейка miracle tan и это у нас крем хайлайтер для тела давайте попробуем если вы не специально надела кофту из чего хотела что нибудь надеть такой более сказать более полегче но у нас я почему-то не все время холодно и я решила как-то я маловато его набрала естественно я решила что нет я не смогу сидеть не майки ни в чем-то таком поэтому извините я сегодня буду в кофсе потому что я мерзну какой-то этот крем хайлайтер слишком деликатный знаете мне такое ощущение что это крем хайлайтер как будто взяли хайлайтер incredible hollywood и сделали его жидкую форму да он очень такой прям да он немножко желтоватый не знаю передаст камера цвет на моей руке но возможно возможно если быть на прилавлении света если такой штукой пользоваться например на какой-то праздник дай чтобы не слишком сверкала но придавала такой красивый цвет кожи это будет работать нужно попробовать вне камеры но так мне кажется я хотя нет что-то блестит я не думаю что камера вам это передает потому что нужно как-то светить на себя для то чтобы было прилавление цвета но имейте ввиду тут билете есть такая штука и в прошлом году не была линейка такая которая шампанский мне кажется выходила и там у них тоже есть хайлайтер он более такой более яркий он до сих пор есть в магазине поэтому если вы если вы хотите купить что более яркое то купите тот ну это такой слабоватый если вы вообще не хотите на это тратить вам не нужно но один раз в год знаете бывает берете просто тональный крем какой-нибудь дешевый либо ваш который у вас есть добавляйте него жидкого хайлайтера получается то же самое можно просто жидким хайлайтером но имейте ввиду что если в общем жидкий чисто жидкий хайлайтер на коже тело не всегда работает хорошо он иногда может такую как пленочку выдавать это выглядит немножко так странновато давайте переходить к макияжу лица у меня сегодня нет ничего кроме ухода ухода у меня сегодня на лице почти весь от биленды про биленды у меня недавно выходил целый обзор поэтому если вам интересно посмотрите его давайте сегодня начнем с праймера как обещала буду чаще на своем канале тестировать праймер и сегодня у меня вот такой вот праймер мне кажется праймер выходил но в этом году летом скорее всего этот линейка праймер кап это у нас и такс выпускал здесь как-то всего лишь 20 миллилитров хотя если уж честно то сколько мы с вами пользуемся плать праймерами то 20 миллилитров это прям самое она здесь такая у нас белая текстура смотрите и давайте пробовать что мы с вами будем ощущать у меня немножко это кажется что блестит кожа но это она не жирная это просто так себя ведет витамин уход с витамином c и еще имейте ввиду что если вы нанесли уход с витамином c а потом наносите свой тональный крем который всегда работал а тут вы начали использовать новый крем с витамином c они работают то иногда кремы с витамином c имеют такую имеют такой побочный эффект поэтому если что можете решить на ваш крем это не крем плохой просто часто бывает такое что консистенция крем с витамином c нехорошо работает с многими данными кремами так что у нас такое это у нас основа под макияж матирующая с каким-то и gg коллагеном без силиконом невидимые поры ну да она как будто кремушек вообще по ощущениям и не знает уже многовато нанесла но пока в зеркале я не вижу никакой разницы возможно я замечу разницу когда мы с вами нанесем тональное средство главное не переборщить на что я очень люблю переборщивать такими такими основами может быть когда мы на самом деле средства она будет ложиться очень ровненько и не будет видно вот эти вот пор который у меня вот здесь вот в этой зоне есть но пока это обычный по ощущениям белый крем который взял питался и все и все поэтому пока ничего сказать не могу а сегодня я принесла тональный крем который мы с вами недавно тестировали вот этот люкс шоу что хочу сказать мне он очень нравится вот в пользование на ежедневно повседневной основе как мне сказали я его трясу трясу но к сожалению проблема с дозатором лично у меня не проходит он все так же издает некрасивые неприятные звуки и выдает очень мало тонального крем поэтому чтобы достать то количество которое мне нужно нужно очень много раз нажать на него давайте я нанесу вне кадра потому что мы с вами уже его тестировали вы знаете я уже рассказывал меня оттенок 82 натуральный оттенок в принципе мне хорошо подходит но всего лишь выпустили три оттенка поэтому тут сильно не разгуляешься и я уже вернусь и скажу что я чувствую по поводу базы и тонального крема вместе вот так вот выглядит лицо если на него нанести значительно большое количество этого тонального крема я очень сильно его критикую за его упаковку упаковка плохая действительно и опять же вы мне советовали трясти я трясу все что я не делаю не знаю что помогает если много раз нажимать и именно вот в таком вот положении наверное на 1 5 нужно будет выдавать нормальный тональный крем и знаете такая упаковка которая для терпеливых людей потому что она выдает мало тонального крема его как бы выплевывает и маленькое количество вам нужно много раз нажимать я на раза четыре возвращалась к упаковке и добавляла еще тональный крем но что я хочу сказать это нами крем он будет классно тем людям которые очень часто на повседневной основе но есть очень легкое покрытие но кому нужно иногда такой плотный потому что его наносишь в один слой он действительно как бы придет к это сияние такой влажный эффект на коже не дает сильного перекрытия но очень легко наслаивается он позволяет наслаиваться он очень классно в этом в этом плане работает поэтому знаете если вы хотите одним тональным средством убить все свои потребности имею в дюйвлевком и в тяжелом высоком более плотном перекрытии то он это дает на что я вот например для того когда я снимаю я всегда наслаиваю чтобы потому что камера еще и пробивает перекрытие поэтому имейте ввиду что конечно выглядит на мне это в жизни немного плотнее ну то есть он легко наслаивается он не скатывается и сегодня мы с вами пробовали на праймер ну я его нанесила на праймер он очень легко на праймер наносится если честно я не вижу никакого действия от праймера я вижу свои какие-то поры то есть крем он как бы порой не сглаживает что у него сама такая текстура очень легкая и такая как будто он впитывается в кожу он не лежит такой вот какой-то маской он очень живо выглядит на лице и он не перекрывает какие-то там самые сильные ровности самые сильные какие-то погрешности на коже но в то же время действительно красиво так влажненько смотрится выглядит знаете по всем по всем таким канонам макияжа двадцать второго года давайте будем переходить к консилеру консилер у нас сегодня с вами новый это тоже все та же история берита мы же попробовали с вами три средства и хайлайтер и праймер и тональные средства это все у нас берита видит берита m теперь у нас берита m это их вот такой вот хайлайтер корректор да такой в таком чубике school school girl называется это консилер точечный корректор написано для области для лица и области вокруг глаз то есть для всего и я когда он показывала в новинках рассказывала что я коля упер раз попробовала я подумала что это будет что-то наподобие того который мне очень нравится от брита classic который к очень-очень старенький да но мне он очень нравится но мне кажется этот по своим свойствам другой тот я очень люблю подмешивать какие-то легкие би би си си кремы он давал больше покрытия это такой сам по себе не сильно перекрывающие как-то так сегодня много и у меня есть это есть еще одна проблемка такая проблемка он на самом деле небольшая поэтому давайте его добавим и он такой а в двух оценках вышел у меня оттенок один бэш и как-то мне сегодня хочется прям высветлить эту зону лица зачем я так сделала я не знаю не спрашивайте у меня я наверное буду тушевать тоже кисточкой что наносила тональный крем потому что она такая эта кисточка от бренда и к туз она очень классно тушу это очень классно так тоненько распределяет любое средство тональный мат какой-то матовый тональный средства какой-то более такой легкой тональный средства очень любит кисточку в действии поэтому если у вас где-то есть возможность достать такую кисточку от и к туз очень ее рекомендую пока тушу и консервы скажу вам что я ошибалась когда говорила что у него какая-то легкая легкая пигментация посмотрите все растушевать не могу как-то я многовато его достала если бы еще у меня была другая кисточка вот не такой не такого формата я вообще очень сильно мучилась а эта кисточка это помогает как будто вбивать в кожу средства и она конечно очень хорошо держится в течение дня до кисточки тоже очень важны естественного макияжа и она смотрите какое пигментированное у меня вот здесь вот видите насколько у меня сразу так вот как треугольник да на лице стал высветлен думаю что судя по тому насколько вам заметно насколько я стал более белого понимаете что это красиво-таки пигментированный я ошибалась и я думаю что вот для меня нужно было брать второй все-таки оттенок а не первый почему я решила взять первый он беловатый вот прям беловатый поэтому кто прям насильно такой беленький у нас да с холодным тоном кожи вам вообще он супер подойдет мне нужно было брать себя точно на тон потемнее и я просто понять не могу это я много выдавила его и мне так сложно в том что его действительно очень много или он пигментированный и я очень просто ну почти уже по всему лицу если честно но не знаю все таки вот пока по ощущениям тот который показывал от брита classic мне нравится больше но видите здесь у меня хорошо так перекрытые мои синячки от недосыпав и в принципе вот все мои тут нюансы тоже я перекрыла при помощи этого консилера вроде бы каких-то особых у меня к нему претензий нет просто опять же мне брита classic нравится мне кажется лучше ну либо я просто сильно привыкла в этом году вообще очень часто пользовалась вот этим вот корректором от билита classic дальше нам с вами нужно припудриться потому что очень много на мне консилера тонального средства все такое жирненькое да то есть это вообще не матовая ни одна из этих вещей нет ни сама фиксируется не является с матовым финишем но я хочу нанести бальзам на губы я совсем забыла а принесла сегодня вот этот блорд дизайн лип маск это очень классная маска вообще очень часто я наношу на ночь например очень часто наношу просто под днем действительно классно смокчать смокчает губы как я вот так вот пальцы лучше не делать лучше брать палочку ватную но это мое личное и пальцы у меня чистые поэтому я так делаю лучше так не делать так давайте с вами припудриваться я сегодня принесла пудру которую я до сих пор просто для себя не поняла это вот пудра которая вышла у vitex это их рассыпчатая минеральная пудра инвизи было что у нас там инвизи был ссылок powder hd инста пока не поняла поэтому давайте дальше будем тестировать дальше будем пробовать к сожалению не закрывается сам это ограничитель и как видите у меня это уже все так высыпать я не люблю когда не закрывается ограничитель обычно я стараюсь держать до последней вот-вот наклейки да тут я наклейку сняла в тесте и и выбросила если честно что то я не подумала давайте будем носить посмотрим мне она будет тот макияж который я делала еще осенью мне в принципе она хорошо держала тональные средства опять же она не держала не останавливала выработку семы потому что она для этого не предназначена но нам не в принципе хорошо работает минеральные пудры опять же как я говорила в том обзоре не есть тальк поэтому кому важно найти дона это пудра с тальком она действительно очень классно так сглаживает текстуру кожи очень классные выравнивает не очень хорошая здесь упаковка я уже сказала то высыпается то не высыпается вообще сейчас давайте мы с вами немножко умерим вот это вот сияние которое у меня просто по всему лицу вы знаете мы же с вами эту пудру наносили в прошлый раз и на это же тональные средства и только без праймеров если честно мне даже кажется без праймера было лучше вообще от этого праймера я вот на состоянии кожи не вижу никакого результата только если он конечно потом будет держать семью но не знаю не знаю вообще никакого сглаживания пор текстуры кожи нет но это вот пудра кстати дает такой вот действительно немножко рассеивание она не матирующая такая как до пудра с вот этим hd эффектом действительно что-то в ней есть не знаю может быть еще попробую один раз в каком-нибудь макияже потому что пока вот такого прям точно что нам нужна либо точно она не нужна сказать не могу дальше брови моя любимая история про то что нет ничего нового для бровей возьму сегодня этот топ фикс топ гель если вам нужно какое-то железобетонное держание бровей в течение какого-то праздника теперь берите вот этот фикс топ белорусском действительно классно действительно хорошо держит брови какой карандаш для бровей я возьму скорее всего возьму либо эвелин либо что у меня либо свой любимый 0 3 от вивенцево скорее всего возьму 0 3 давно не красила свои брови поэтому просто снимала по работе карандашом раз уж продукты для к для бровей у нас не новая поэтому вернусь к вам уже чтобы делать макияж глаз за кадром происходило для меня невиданное я вырезала брови консилером кстати консилер для этого неплохой все-таки оказался билет м а все почему потому что я на днях решила что мне нужно поменять форму бровей и мне нужно сделать как бы чтобы кончики вообще не смотрели вниз я хочу как бы чтобы они параллельно шли до чтобы как-то был лифтинг эффект и я на одной брови как-то убрала лишние волосики а на 2 про это я забыла и в общем я пыталась их как-то вывести при помощи консилера прямо что-то пошло не так поэтому пока будет так нужно будет заняться своей формой бровей потому что тем более давно ты окрашивал свои брови тем как-то сложнее их накрасить чем бы то ни было так дальше вы с вами приходите глазам нам сегодня нужна база на глазах и сегодня в качестве базы я взяла 103 оттенок мать тинтов от люкс визаж сейчас будем с вами их наносить не слишком много будем их просто носить в качестве такой базы за которую будет они матовые но они они такие быстро не станутся матовые на них можно успеть нанести куда тень которая плохо держится и она принципе хорошо на них цепляется хорошо за них будет держаться я взяла такую достаточно широкую кисточку потому что я не буду стараться именно в эту форму ну вернее я ее намечу конечно же да а именно растушевать и положить тень просто на глаз в качестве основы на подвижное веко мы сегодня с вами будем носить вот такую замечательную блестяшку от бренда la touache вы мне написали что у них эти тени были давно я рассказала что я как-то покупала у бренда смотрите насколько сразу ярче они ложатся не очень так хорошо цепляются за вот эти тинты матовые от люкс визаж опять же потому что эти матовые тинты не успевают не успевают заматироваться да и они очень хорошо эти тени ложатся на эти матовые тинты и они становятся прям такие вот прям однородные и не жуют века очень мне понравилась такая идея макияжа очень часто получаю когда с таким макияжем от вас много комментариев и да вы прям восхищаетесь но это действительно очень простой очень классный макияж этот оттенок который у меня 519 он такой совсем прям не как-то сказать ну в общем бренда la touache у меня к нему очень много претензий но к этому оттенку у меня в честности нет претензий он такой знаете не он не олдскульный он очень красиво комплиментарно выглядит на веках и те кто маки те кто делают макияж например невеста вы можете купить его в качестве такого акцента на подвижное веко очень красиво он смотрится с растушеванной стрелкой так мы с вами в принципе его нанесли а так кстати рассказал вам про эту аж я покупала почти как-то всю линейку мне почти все у них не понравилось там буквально карандаш не понравился у них для для губ и хайлайтерс что это как бы на то что я купила бы у них на а вот сейчас они как-то пытаются что-то делать кутеры брендинг что-то перестроить переделать в принципе не кажется не приходит неплохо еще вниз вот такая вот этот на тюшку тоже показывала вам новинкой ворска косметики это у нас vitex и это у нас их moonlight brown слышала просто на нее очень много хвалебных отзывов мне нужна какая-нибудь такая тушевочная кисть и нам нужно ее закинуть этот оттенок в складку века этот оттенок он не матовый сам по себе он такой немножко с оттенчиком но там тушуется хорошо в принципе я видела его в действии очень посмотрим знаете это да такая тень которая в принципе будет хорошо в тушевке наверное здесь эти я поставила только что прям у себя и вот пытаюсь растушевать и рассказываем про то что это хорошая тень в тушевке ну то давайте считать что это я просто лох и видела я у визажиста то что визажист рекламу рекомендовал эти тени и я так понимаю что они добавили я имею ввиду vitex добавили сюда в эти тени немножко блесток чтобы сама формула была такая не липучая для той чтобы они они не залипали они в принципе неплохо тушевать мне кажется они в принципе неплохо тушуют вот на этом глазу я уже нанесла в тушевку и на этом я сейчас немножко еще потушу но опять же плюс для тех кто любит именно холодный тушевочные оттенки такой холодный такой шоколадный темный шоколад оттенок и возьму новую кисточку своей коллекции от бернович это к вот кисточка для глаз 09 наверное и нанесу она такая плотненькая как видите да вам все видно и нанесу на нижний век она будет такой более активная но из-за кадра я пошла уже во все тяжкие я это вот кстати кисточка очень классно набирной очень классно на стене и пошла ей наносить этот темный оттенок в межресничку не ожидала я ничего хорошего от этой тенюшки от vitex а я еще когда делала сводч видео говоря что мне как-то не очень нравится ее текстура мне очень нравится ее цвет но очень классно наносится действительно в межресничку чтобы затемнить да и сделать такую как вариант растушеванной стрелки и немножко затемленного уголка такого более акцентного так тут я немножко запачкал когда я делала обзор на новинки от белорусских брендов показывала эту тенюшку однушку да от vitex говорила что она мне не нравится мне не нравился сводч но мне так нравится макияж который я сделала вот этими двумя бюджетными тенюшками вот эти темные и это вот замечательная кисточка от бернович очень классно нанес этот темный оттенок на нижний век я соединила то что в кисточку прошлась по нижнюю по межресничке да и так затемнила и вывела и сделала такую более акцентный макияж мне кажется для нового для новогоднего макияжа самое то вообще в идеале не в идеале а моя идея была сегодня нанести подводку новую от белор дизайн которая это вот стримлайн которая вот такая я ее тестировала за кадром хочу сказать что так как я не люблю кисточки с фетром она мне держалась в принципе мне не было к ней какие-то особых претензий просто мне фетром сложнее рисовать по веку нежели кисточкой да такой обычной кисточкой и что еще хочу сказать что фетр по таким с ярким сверкающим теням а сегодня все-таки не матовые тени нанесены на подвижном веке а именно такие шиммерные он работает сложнее поэтому я не могу сказать что лучшая подводка белорусская лучшая подвозка как раз таки удар дизайн который именно в кисточке на мой взгляд и нам с вами нужно еще оформить уголок сегодня мы его форме просто хайлайтером хайлайтер сегодня у меня вот такой вот от витекс давновато он у них выходил мне кажется еще при запуске самой линейки наверное давайте возьмем с вами кисточку и нанесем в уголок глаза я нанесла хайлайтер и хочу сказать часто вижу девушки просто носит хайлайтер вот в уголок глаза и больше ничего с ним делать если вы уже нанесли то нужно его немножко оттушевать на верхнюю на подвижное века да в тушевку да и тем более сверкающий оттенок очень легко в него тушевать и на нижней немножко растянуть чтобы это выглядело естественно хайлайтер не самый яркий как мне кажется посмотрим как он будет выглядеть именно на коже а не на уголке глаз и посмотрим да действительно что это за хайлайтер давайте с вами теперь накрасим ресницы как всегда уйдут и накрашу их самостоятельно вот это вот тушь новая тоже от vitex да некая люкс шоу с очень странная кисточка два часа накрашу ресницы и вернусь к вам не тестировала я еще и и смотрите какая здесь интересная кисточка мне кажется на белорусском рынке таких кисточек вообще еще не было поэтому ну давайте посмотрим что в итоге получится возвращаюсь к вам уже с макияжем класс завершенным посмотрите насколько сразу тушь усиливает его и насколько он становится таки сразу более таким вечерним прищуренным более таким секси макияжем не знаю в общем есть они очень нравится мой макияж глаз я удивлена что он выполнен двумя ну хорошо тремя бюджетными продуктами от тени я вообще просто в шоке а что хочу сказать по поводу тушь в общем тушь действительно опасная интересная мне понравилось хотя я была очень статистически по ней на нее настроена давайте наверное завершим макияж и я расскажу все свои впечатления как она красит есть минусы но честно вам скажу то что я раньше думал что она будет не ок оказалось что она мог и мои ресницы мне очень нравятся невшись на вот этих ресничка такой дает ресничка под вот здесь конечно не больше нравится эффект но эффект действительно классный не прокрашивать ресницы сразу она их не склеивает оно им можно прокрасить реснички даже которые вот здесь самом уголке которые любят как раз таки склеивается при когда вы играете этого она не делает от слова совсем дальше на самом скульптор сегодня скульптор я принесла свой любимый. Наверное, скульптор любимый с того момента, как он вышел. Это скульптор от Belor Design. У меня в нём такое конкретное углубление есть. Это у меня оттенок второй. Смотрите, насколько я его любила. До сих пор люблю. Почему любила? И часто им пользуюсь. Возьму синтетическую кисть. Он очень хорошо наносится именно такой мягкой, лёгкой синтетической кистью. У меня он в таком не самом холодном оттенке. И мне он этим нравится. Потому что он не слишком холодный. Мне даёт такой немножко неестественной серости на лице. Он такой тепловатый. И иногда мне это очень нравится. Давайте сейчас мы с вами отскульптурируемся. Просто вот это мой любимый скульптор. Я вам всем рекомендую. Кто искал непроблемный, бюджетный, классный доступный скульптор, это точно Belor Design. Этим скульптором в прошлом году я вообще пользовалась почти ежедневно. Поэтому в нём такое конкретное как бы углубление. Несмотря на то, что я и тестировала, естественно, другую косметику. А румяны у нас будут те, которые просто сейчас не вылазят самой косметичкой. Это очень классный белорусский запуск. Это такая же линейка. Видите? На самом деле такая уже широкая линейка. Только эта с приматовой линейкой румян. У меня второй оттенок. Я всё как-то собираюсь пойти купить остальные оттенки. Возьму вот такую вот кисточку. Вот эта кисточка очень классно наносит румяна. Это кисточка от Vitex, которая такая у них идёт с двумя морсами. И эти румяна очень такие освежающие, очень пигментированные, стойкие, классные. Обожаю просто средства для лица у Belor Design. Вообще Belor Design в этом году большие молодцы. И, кстати, Belor Design выпустил свои жидкие тени. Поэтому скоро на канале выйдет обзор и на них. И, да, вообще на новинки, на новинки косметики и уходовой, и декоративной. И хайлайтер у нас с вами остался. Это Vitex. Я уже вам показывала. Наносили с вами его в уголок глаза. Сегодня я притащила кисть, которую ещё никогда не пользовалась. Это кисть для хайлайтера и тоже от Vitex. Вот такая вот метёлочка. Надеюсь, вам видно. Не пользовалась я никогда. Решила, что сегодня её с вами и протестируем. Так, такими кистями хорошо зашлифовывать. Но она, по моим ощущениям, как будто маловато набита. Как будто мне хотелось бы, чтобы она была более такая набительственная. А она такая прям очень-очень нежная. А мне бы хотелось, чтобы она была более такая строгая, что ли. Да, в платке строгие. Но хайлайтер, конечно, хайлайтер, он светится, но он немножко такой беловатый. Мне бы хотелось, чтобы он был с каким-то таким интересным потоном, что ли. Да, розовым либо, например... Ну, то есть он как будто кажется розовой упаковке, но он больше такой беловатый. Мне бы хотелось чего-то более интересного. Остались у нас с вами губы. Давайте сотрём бальзам. Обожаю этот бальзам. И будем красить губы сегодня. Так как мы с вами делаем новогодний макияж. Я принесла вот этот вот новый оттенок. Вот этих вот Satin Color Lip Cream Crayon. Crayon — это по-французски карандаш. Да, оно сделано как карандаш. Я боюсь, что я могу плохо нанести его без карандаша, поэтому возьму новый карандаш. То есть у меня какой-то просто трибют бренду Belor Design. Новый карандаш от Belor Design. Показывала тоже в распаковке. В оттенке 207 Cherry. Они не совсем подходят, но я думаю, что в принципе выйдет неплохо. Эти карандаши, конечно, очень мягкие, очень легко относятся, но, к сожалению, также легко и съедаются. Ну и помада у нас тоже это не стойко, поэтому не будем тут ничего ждать. Она выкручивается вообще, да, но я не буду выкручивать, потому что... Ну потому что зачем? А потому что мне нужно будет снять эту наклейку, тогда я даже не смогу в следующий раз сказать, что это за тон. У меня уже такая просто проблема есть с нюдовым оттенком. Я сняла вот эту вот наклейку, чтобы выкручивать её, да, и всё. И когда у меня спрашивают, какой у меня тон помады, я не знаю, потому что у меня наклейки нету, а там есть парочка таких похожих красивых нюдовых оттенков. Ну давайте пробовать. Так, будет ярко. Ну что, вот такой вот вариант у нас с вами новогоднего макияжа в моём прочтении, скажем так, получился. Давайте сейчас с вами обсудим все продукты, а вы в комментариях обсудите мой макияж, как вам такой макияж. Я хочу высказаться и касательно цены, касательно именно того, что многие девушки, я знаю по своему опыту, вернее не по моему личному, по моему тому, что у меня многие знакомые, которые, например, мне красятся. Но приходит какой-нибудь новогодний корпоратив и праздники, и девушки идут и покупают косметику. И я считаю, что этот макияж имеет право быть, и что он, в принципе, достаточно простой в исполнении, бюджетный. И вот на эти продукты я была бы готова потратить ту сумму денег, которую это бы потребовало, да. Эти продукты не самые дешёвые, то есть нужно понимать, что это не всё равно там не 10 долларов в итоге, да. Но они рабочие, они классные, и макияж, на мой взгляд, классный получился, интересный. И я сегодня хочу сказать сразу, что я не пробовала какого-то провального продукта, и мне, в принципе, всё очень понравилось. Давайте начнём с вами сначала. Хайлайтер, который у меня на зоне декольте. Вам он в камере не виден, я в этом уверена, но когда я как бы смотрю на себя вот так, я вижу некоторые блёстки, но, наверное, вот этот продукт, который я бы не покупала, я бы купила какой-нибудь жидкий хайлайтер, есть, например, классный у бренда Lightbro, в мире продаётся свой тональный крем, намешала, нанесла на зону декольте, желательно на тональный крем, который матирующий, дала высохнуть, и супер. Дальше у нас был праймер. Праймер я бы тоже не покупала бы, сразу бы уменьшила вас бюджет на всю эту косметичку. Я не заметила от него, к сожалению, никакой работы, мне он не понравился, поэтому вот эти вот два средства, скорее всего, так, нужно показать, наверное, их лицо. Вот эти вот два средства можете сразу же проходить стороной, мне кажется, они бесполезны. Тональный крем. Просто на белорусском рынке есть много, именно на белорусском рынке, пишите, белорусский рынок обсуждаем, хороших тональных средств, и здесь слишком много «но», да. То есть первое, что можно сказать, это плохая упаковка, и судя по количеству комментариев, которые я получала под предыдущим видео про то, что у вас тоже плохая упаковка, это как бы не лично мой плохой, да, упаковки, а это, наверное, вся партия, нужно понимать это так. И второй момент, это то, что он для такого плотного перекрытия, для какого-то новогоднего макияжа, для макияжа по какому-то случаю, вам нужно будет его наслаивать. Наслаивать немало, поэтому если у вас есть какой-нибудь хороший перекрывающий, другое белорусские тональные средства, например, «Парадис», очень классное, «Трилуи», мне оно очень нравится, очень классный «Блор Дизайн», который у них этот «Скин Нью», да, очень классный, если я его правильно назвала. Это такое «соу-соу». Хотите попробовать? Попробуйте, но это не средство, которое вот стопроцентно классное, у него есть нюансы. Дальше был консилер. Тут он, в принципе, перекрыл, он, в принципе, хорошо держится, я им и брови вырезала, и наносила на зону вот эту вот, да, «Т», высветляла ее, все он работает, он пигментированный, он перекрывает и несовершенство, я думаю, вам даже сейчас не видно, что у меня здесь за несовершенство, он, в принципе, перекрывает кроющий, неплохой консилер, но я все еще люблю, очень классный тоже от «Белиты», только из линейки «Классик», поэтому здесь уже как хотите, можете покупать этот, можете покупать «Классик», он более бюджетный, и в этих упаковках, чем они мне нравятся, они недорогие, эти консилеры, и в них много продукта, целых 20 грамм. Пудра. Если вы ищете матирующую пудру, такую прям, которая будет мотировать ваш макияж, это не такая пудра, это такая шелковистая пудра, действительно, она сглаживает, она блюрит кожу, я не могу сказать, что это блюр просто на все 100%, но, в принципе, вариант неплохой, как пудр бюджетный, но, как я уже сказала, на первом месте есть «Тальк», я знаю, что для многого, для большого количества девушек это очень важно, поэтому имейте в виду, но я бы ее рекомендовала, если для вас «Тальк» не играет большой роли. Дальше у нас с вами были средства для бровей, то есть единственное средство, которое было не белорусское, это карандаш для бровей, но можно купить от «Бровиста», он еще дешевле, нежели тот, который я сегодня использовала, а использовала я сегодня все-таки «Бро крат» в третьем оттенке. И классный укрепящий гель для бровей от «Белор Дизайн», «Броу Джел», «Фикс Топ», действительно классно держит макияж, фиксирует, я имею в виду брови, а не макияж. И вот у меня вот эта часть всегда падает вниз, да, но эта бровь у меня не опадает, все в порядке, поэтому рекомендую. Вот эти вот две тенюшки, одна от «Витекс», вторая от «Латуаж». Если вам нужен такой макияж, глаз, как у меня, либо что-то на повседневку такое красивое, немножко холодное, блестящее, рекомендую. Вообще, это, наверное, лучшие однушки в моей коллекции, которые у меня, в принципе, есть, и я их, наверное, буду также любить, как и однушки от «Тома Форда», поэтому это просто находки, это просто действительно обалденные вещи. Рекомендую попробовать. Еще раз повторю оттенки. У меня «Витекс» в оттенке 0,6 Midnight Brown, а «Латуаж» у меня в оттенке 519 без названия. Супер вещи. Дальше. Дальше, дальше. Подводка. Вот подводку я бы эту не рекомендовала, как я уже сказала, у того же «Белордизайн». Есть классная подводка кисточки, что-то там «Лайнер», «Лайн», не помню, как она называется, «Смарт Лайнер», если не ошибаюсь, может быть, как-то так. Я не думаю, и зачем вообще они выпускали эту подводку, лучше просто бы они выпустили ту, которая у них в кисточке каких-то других оттенках, на мой взгляд. Люблю, обожаю этот скульптор и очень вам его рекомендую. Это скульптор от «Белордизайн». У меня такая заезженная упаковка. Я думаю, вам видно и понятно, как часто я им пользовалась, и пользуюсь, и люблю, обожаю. Новинка тоже от «Белордизайн». Их матовый румяна, замечательная текстура, пигментированная, классная, красивый, освежающий, холодный оттенок. Таких оттенков не так уж много в бюджетном сегменте, за ними все гоняются, потому что это действительно такой тренд, который пошел именно с люксовой косметики. Поэтому очень вам рекомендую посмотреть вот эту вот новинку. Вот хайлайтер, кстати, он такой, соусоу, на мой взгляд. Он, да, он отражает, он светит, он яркий, он заметный. Мне хочется чего-то такого переливчатого. Я люблю какой-то розовый батон, какой-то более холодный батон. Здесь что-то такое более обычное. Но он, опять же, он недорогой. Он вообще там стоит до 5 белорусских рублей. Ну, то есть вообще как бы ерунда. Если, может быть, какой-то нужно другой оттенок посмотреть. Хотя мой называется Rose Glow. И он кажется, что вот он розовый, вот он упаковки розовый. Но вот на лице он же не розовый. Он какой-то, вот видите, беловато-желтый как будто. Он как будто как Анастасия. Вот это вот, который новый у него уходил хайлайтер в прошлом году, который в итоге получился не очень удачным. Вот он очень похож на ее, на ее оттенок. Дальше. Еще у меня были сегодня тинты матовые от Luxe Visage. Скоро буду с вами пробовать такие же от Belour Design матовые тинты. Теперь у нас у всех белорусских брендов есть матовые тинты. Классная вещь. Всегда вообще я считаю, что это то, что должно быть в вашей косметичке. И такими тинтами можно сделать и скульптурирование, да. Можно носить просто на ежедневной основе, навека выравнивать. И такой матовый макияж получается. Можно в качестве подложки. Замечательнейшая вещь. Мне очень понравилась тушь. Несмотря на то, что у меня были такие маленькие осыпашки. Потому что тушь такая не мокрая, не очень такая жирненькая. Такая более сухой текстуры, сухой формулы. У нее очень интересная кисточка, которая классно причесывает ваши ресницы. Я немножко себя, конечно же, поставила пару плям. Но я думаю, что это проблема во мне. А не в туши в этот раз. Она действительно очень дает классный, интересный эффект. Я смотрю на твои ресницы, и они такие красивые. Они такие вытянутые. Их так красиво уложила этой тушью. Она позволяет... Эта вот кисточка позволяет действительно и в самом уголке прочесать, и не склеить именно прочесать. То есть, получается, что позволяет долезть до таких самых проблематичных мест в плане прокрашивания ресниц на глазах. Поэтому, да, рекомендую. Мне очень понравилось. На губах у меня сначала был карандаш автоматический от Белор Дизайн. Не знаю. Наверное, этот оттенок не очень. Какой-то он слишком такой простой. Как-то я его меньше всего люблю. И вот эта помада для губ, кстати, ей не так легко красить, поскольку это такой карандаш, который не само, так сказать, не очень сильно заточен. И вот прокрасить губы, конечно, особенно уголки губ и края губ достаточно проблематично. И она, конечно, холодная. Она красивая по цвету. У меня такой синий холодный батон. Красивый, действительно, который многие любят и обожают. Ну, не знаю. Наверное, вот с этим бы я воздержалась. Я бы лучше красный оттенок на месте бренда Белор Дизайн выпустила какой-то другой линейки с каким-то другим аппликатором. Здесь сложновато наносить. Но как цвет, конечно, красивый, холодный, красный такой новогодний цвет. И еще у меня сегодня были в тесте две кисточки новые. Это кисточка от Бернович для глаз. Пойду куплю себе вторую. Действительно, очень классная кисточка. Очень хорошо набита. Классно наносит. Очень классно. Прорисовывать линию роста ресниц. Соединять нижнюю и верхнюю тушевку. Очень классно она вытягивает. Прорисовывать растушеванную стрелку. Все очень классно. Действительно, ее могу рекомендовать. Ну и вторая кисть у меня была в использовании от Brando Vitex. Вот такая вот метелочка для хайлайтера. Мне она понравилась меньше. Потому что она, по моему ощущению, немножко плохо набита. Как будто неравномерная. И даже, мне кажется, она немножко кривовата. Вот если к ней присмотреться. Здесь вот больше так есть форса. Здесь меньше. Поэтому эту кисточку я бы не рекомендовала. Вообще, хайлайтер можно наносить какими-то кистями. Например, не знаю, как для теней иногда. То есть не обязательно покупать такие вот метелки. Я хотела что-то такое новое. К сожалению, от Vitex мне она показалась неудачной. В целом, вот такой вот у нас с вами макияж белорусской косметики, белорусскими новинками и проверенными фаворитами получился. На мне сегодня сережки с Aliexpress. Жду ваши оценки в комментариях. Как вы думаете, какой еще макияж, какой именно косметикой вы хотели бы посмотреть в моем, так скажем, исполнении. Буду рада и благодарна вашим комментариям внизу под этим видео. Жду вас уже завтра в следующем видео. Потому что мы с вами в декабре выходим каждый день с новым видео. С новыми обзорами. Я надеюсь, что мы с вами уже скоро встретимся в очередном видео именно поболтать про белорусскую косметику. На этом сегодня у меня все. Прощаюсь с вами и говорю спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok